Это большой и подробнейший обзор наушников Apple AirPods Pro, но не просто обзор, но также еще и сравнение с AirPods 2-го поколения. Если вы собираетесь покупать себе AirPods Pro, либо просто думаете, какие из AirPods вам купить, то сейчас постараюсь рассказать о своем полноценном опыте использования со всеми нюансами и после этого видео вы сможете принять полноценные решения, стоит AirPods Pro своих денег или не стоит. Давайте начинать. И первое, с чего мы начнем, это, конечно же, внешний вид и начнем с кейса, и первая его особенность – он очень легко царапается. Я не имею в виду прям такие глубокие царапины, которые видны издалека, но маленькие, которые при малейшем освещении видно очень хорошо. Этими AirPods на постоянной основе пользуется моя жена и она их носит только в женской сумочке и там нет ничего такого, чтобы они могли так сильно поцарапаться, тем не менее я их отдаю в 100% состоянии, смотрю через неделю, они уже просто все в этих микроцарапинах и было немного обидно, что кейс буквально через неделю стал выглядеть, как будто ему уже как минимум полгода. Поэтому да, кейс AirPods очень легко царапается. И это относится не только к кейсу Pro версии, но также еще и к обычной, поэтому если вы хотите защитить сам кейс, то желательно приобретать чехол, наклейку как у меня, либо их красить, о чем мы поговорим чуть дальше. По поводу того, насколько больше кейс AirPods Pro в сравнении с классическим кейсом, и вот так вот визуально может показаться, что он намного больше, чем вот этот кейс. Хотя на самом деле это абсолютно не так. Да, он крупнее, но не намного больше классической версии, если их приложить один к одному, то видно, что он больше по высоте ширине, ну буквально на пару миллиметров, тем не менее он все равно остается очень компактным. И поэтому, если вы хотите перейти с классической версии, на Pro и переживаете, что Pro не будет помещаться в карман джинс, то нет, она также будет спокойно помещаться, не нужно переживать по этому поводу. Из положительного могу отметить, что AirPods Pro легче достаются из кейса, нежели чем классический, потому что у них есть пустое место, где можно зацепиться пальцем, а вот в классической версии такого нет. По поводу внешнего вида и размеров самих наушников. Сейчас в правом ухе у меня AirPods Pro, а в левом классический AirPods. И как мне кажется, Pro выглядит немного компактнее на голове, нежели чем классика, из-за того, что у классики сама ножка намного больше, нежели чем у Pro версии. Хотя, если сравнивать наушники лоб в лоб, то может показаться, что Pro версия масштабнее из-за своей верхней части, тем не менее, она полностью заходит в ушную раковину и из-за того, что ножка у нее меньше, на голове они выглядят компактнее. Что касается самого внешнего вида, то как мне кажется, Pro версия выглядит более стильно и современно по сравнению с классической версией, потому что у нее более обтекаемые черты вот эти крупные линии, подчеркивающие эти наушники. И даже несмотря на то, что разница между этими наушниками всего несколько лет, такое ощущение, что классические AirPods просто уже морально устарели по сравнению с Pro версией. К тому же, если вам не нравится белый цвет или, например, вы хотите выделиться из толпы с помощью черных AirPods или любого другого цвета, то Apple говорит фиг вам, только белая версия. Тем не менее, выход есть и с этим вам помогут ребята из Black Customs. Black Customs — это крупнейшая в России и Европе компания по покраске электроники. Можно покрасить как отдельный кейс, так и каждый из наушников. У компании имеется выбор из более чем 20 цветов на выбор — как глянцевые, так и матовые. У Black Customs можно купить новые AirPods уже в нужном вам цвете или, если у вас уже есть AirPods, то их также можно покрасить. Причем доступны не только цвета на выбор, но вообще любой рисунок — надписи, картинка или даже фотография. Помимо AirPods, Black Customs также могут нанести краску на джойстики, ноутбуки, ноутбуки, планшеты и любого другого предмета — это можно уточнить, отправив заявку на сайте. Если вы живете в Москве, то можете посетить шоурум Black Customs лично, но также компания работает по всему миру через SDEC. Для моих зрителей действует промокод GF2020 на скидку в 1000 рублей. Ссылки на сайт Instagram Black Customs будут в описании под видео. Ну а также, что касается комплекта поставки — помимо самих AirPods Pro также идет и кабель питания. Но в чем здесь нюансы? AirPods Pro также заряжаются через кабель Lightning, но кабель Lightning у них необычный — это кабель Lightning на Type-C вместо классического Type-A. И поэтому, если у вас нет подобного адаптера питания, который бы мог принимать Type-C, то придется заряжать AirPods Pro через старую зарядку от iPhone. Тем не менее, это даже хорошо, потому что обычно дополнительный кабель Type-A Lightning хранится где-то на полске, потому что он тупо не нужен, а вот кабель Type-C Lightning — это хорошо, потому что, например, во всех MacBook'ах, начиная от 2016 года, там порты только Type-C. Если вы покупали себе iPhone, где были кабеля Type-A Lightning, вы никак не могли подсоединить iPhone к MacBook'у новому, и это было очень тупо. То вот хотя бы с покупкой AirPods Pro у вас появятся подобные кабели, можно будет подсоединять iPhone к MacBook'у, аллилуйя. По поводу того, что удобнее носить — классический AirPods, либо же AirPods Pro, то, как я говорил в полном обзоре AirPods 2, ссылка на него также будет в описании под видео. К этим наушникам может быть две реакции, либо они вам подойдут и не будет никаких проблем, либо вы будете к ним привыкать буквально месяц, потому что будет небольшой дискомфорт в ушной раковине, и они будут доставлять даже небольшой бой в течение первого времени, пока ушная раковина не привыкнет к форме самого наушника. А вот с AirPods Pro таких проблем нет, понятное дело из-за силиконовых амбушюр, поэтому вы их вставляете в уши, и даже если вы их до этого никогда не носили, вам сразу будет максимально комфортно. Но Apple не были бы Apple, если бы не придумали что-то свое, а именно проверку прилегания AirPods Pro к вашим ушам с помощью правильных размеров амбушюр. Для этого переходим в настройки, далее идем в Bluetooth и переходим в настройки наших AirPods Pro и находим такую вкладку «Проверить прилегание к ушам». Переходим внутрь и смотрим, для чего это нужно. Очевидно, что если AirPods Pro хорошо прилегает к ушам, то качество звука будет выше, а также функция шумного подавления, о которой мы поговорим чуть-чуть попозже, она также будет работать лучше с хорошим прилеганием AirPods Pro к ушам. Ну а дальше все очень просто с нашей точки зрения, но далеко не просто с инженерной, потому что наушники начинают воспроизводить небольшой фрагмент музыки, и с помощью внутренних и внешних микрофонов AirPods Pro анализирует, хорошо ли они сидят в ушах. Давайте покажу, как это работает, не нужно будет помолчать, иначе собьются микрофоны. Пам-пам. Итак, как видите, хорошее прилегание как на левом ухе, так и на правом, все отлично. Если они вам не подойдут, они вам в этом скажут, поменяйте амбушюры, снова проверите и поймете, подходят они вам либо нет. Ну окей, программно мы проверили, что они хорошо прилегают к ушам, а теперь давайте проверим практически. Начнем. Какой-то трясти головой, как видите, сидят они достаточно крепко, и в принципе, как и вторая версия, так и про версия, они достаточно хорошо сидят в ушах, ни разу у меня не выпадали, слава богу. А также, что касается бега, лично я не супер бегун, чтобы говорить о большом опыте. Тем не менее, пару раз их брал на пробежку, чтобы именно проверить, как они сидят в ушах при беге, и у меня с этим все было хорошо, и как из классической версии, так и из про версии. Тем не менее, я встречал отзывы в интернете, что кому-то больше нравится классическая версия, кому-то про версия, в общем-то сколько людей столько и мнений, но мне в принципе было как в нормальной классике, так и в про версии. А теперь переходим к управлению, и здесь кардинальные различия, потому что если классические AirPods у нас управляются вот такими вот постукиваниями, например, два раза вызываешь Siri, либо перемотка трека назад-вперед, то AirPods Pro управляются не с помощью постукивания, а с помощью нажатий на ножку. У этого решения есть свои плюсы и минусы. Первый плюс — это то, что не нужно стучать по нужникам, потому что лично у меня, когда я стучу по классическим AirPods, у меня немножко отбивается вот этот удар в голову, особенно когда у тебя болит голова — это вообще неприятно, здесь же ты нажимаешь, и нет никакого удара по своим нужникам, это очень комфортно. Причем само нажатие реализовано крайне прикольно, потому что на самом деле ты никак физически не прожимаешь вот эту ножку у AirPods Pro. Ты на нее как бы давишь, но физически она остается твердой, и это реализовано по типу, как мне кажется, в Force Touch. Также это работает, например, на Apple Watch. Вроде бы ты жмешь, физически ты экран никак не прожимаешь, но они понимают, что ты нажал сильно, и здесь, как я понимаю, реализована та же технология, но при этом самой вибрации нет, а есть только вот такой щелчок — тык-тык-тык в самих наушниках. И какой еще плюс можно выделить у AirPods Pro, если классическую версию можно носить и так, и так, и вот так. То есть все носят максимально по-разному. Тут AirPods Pro сложно надеть как-то по-другому, нежели чем правильно. То есть ты их вставляешь в уши, и они сидят правильно, так как нужно. И ты вот так вот не мучаешься с тем, как их правильно надеть. Что можно делать с помощью самих нажатий? И здесь, кстати, вообще не важно, какой у нас нужно склеивать либо правый. Так, если мы нажимаем один раз, то у нас начинается воспроизводиться контент, будь то музыка, либо видео. И нажимаем еще один раз — контент ставится на паузу. Двойной нажатие отвечает за переключение трека, либо видео вперед. Какmut' Анапсируем музыку, один раз нажали, нажимаем два раза, как видите, пришли вперед переговор, нажимаем еще два раза на правом наушнике — песня также переключается вперед. Теперь если я нажму три раза на правом наушнике, то она переключится назад. также нажимаем три раза на левом наушнике, она переключается также назад, то есть неважно, какой у нас наушник, действия одни и те же. И помимо обычных нажатий, раз, два, три, есть еще и длинные нажатия, она уже отвечает за переключение режимов, либо вызов Siri. Это все также регулируется в настройках, например, давайте зайдем в левый наушник, если я зажму сейчас кнопку, то у меня происходит управление шумом. Если я сейчас еще раз зажму, давайте левый наушник я зажимаю, у меня, видите, вызывается Siri. Теперь давайте вернем управление шумом и то же самое для правого наушника, либо Siri, либо управление шумом. Причем управление шумом также можно регулировать либо переключение между всеми тремя режимами, то есть шумоподавление, прозрачность, либо выключение, сейчас я их опишу, либо можно оставить только два, например, шумоподавление и прозрачность. Это самый оптимальный вариант, как по мне. Как, в принципе, переключаются режимы? Есть три способа. Первый — это удерживаем клавишу на самих AirPods. Второй способ — это уже в настройках AirPods Pro, например, какие-то шумоподавления выключить, либо прозрачность. И третий способ — это из пункта управления, вызываемого с помощью свайпа с верхнего правого угла, зажимаем палец на настройки звука, переходим в управление шумом и вот здесь также есть три режима — шумоподавление, либо прозрачность. Попробую вам описать, как работают режимы, также попытаюсь продемонстрировать чуть попозже. Итак, первый режим — это выключить, то есть не работает ни шумоподавление, ни режим прозрачности и в этом случае AirPods Pro превращаются просто в обычные затычки. Берете любые другие наушники с силиконовым амбишуром, вставляете в уши и вы будете чувствовать примерно то же самое, что и в AirPods Pro с режимом выключено все. Второй режим — это прозрачность, в чем его прикол. В данном случае активируются микрофоны и ты слышишь все, что происходит вокруг. Это очень похоже на то, что ты чувствуешь, когда в обычных AirPods вставляешь наушник в ухо и ты достаточно хорошо слышишь все, что происходит вокруг. В данном случае в AirPods Pro этот режим очень похож, потому что ты вставляешь, сейчас у меня происходит активация, вот я слышу все, что происходит вокруг и у меня как будто бы даже нет наушников на ушах. Это очень прикольное чувство. И этот режим, я думаю, самый оптимальный, когда ты просто ходишь по дому либо работаешь, но также когда тебе просто нужно слышать все, что происходит вокруг, при этом также хочется как-то и послушать музыку. И последний режим, конечно же самое крутое — это шумоподавление. Когда ты активируешь этот режим, ты не слышишь никаких внешних шумов, практически не слышишь. Как это работает? То есть микрофоны слышат все, что происходит вокруг и подают тебе, грубо говоря, звук со знаком минус, и получается, что звук перекрывает другой звук, и ты как бы ничего не слышишь. Можно ли находиться в режиме шумоподавления долго без музыки, как будто ты просто ставил такие вот амбушюры в уши, чтобы поспать? Да, можно, но лично у меня со временем, в течение, знаете, часа-двух я тестировал, и начинается такое небольшое давление в ушах, то есть уши понимают, что что-то происходит не то, как-то все слишком тихо, и у тебя начинает становиться немножко дискомфортно. Но если ты начинаешь слушать музыку либо подкаст, видимо, твой мозг как-то обманывается, и вот в режиме шумоподавления ты можешь находиться максимально долго, вплоть до того, пока у тебя наушники не разрядятся, поэтому находиться в нем долго можно. И в чем самая прелесть Airpods Pro? Это то, что ты можешь выбирать нужный тебе режим в нужное время самостоятельно. То есть здесь не так, как в классических Airpods, когда у тебя, грубо говоря, всегда режим прозрачности, либо когда ты в обычных затычках, здесь все максимально круто, либо ты вообще выключаешь все, они у тебя превращаются в обычные затычки, но вы никогда так делать не будете, потому что этот режим нафиг не нужен. Либо ты включаешь режим прозрачности, и ты как бы слышишь все, что происходит вокруг, например, ты идешь по дороге, где нет хорошего тротуара, чтобы слышать, кто подъезжает сзади. В аэропорту, в вокзале тебе нужно слышать какие-то там объявления. В общем, разные ситуации. Либо когда ты находишься в каком-то безопасном месте, ты не хочешь слышать окружающие шумы, либо они очень громкие, включаешь режим шумоподавления и ты просто находишься сам собой, слушаешь музыку, нет никаких вот этих внешних шумов, и это просто прекрасно. А теперь переходим к работе микрофонов. Это очень важная составляющая наушников Airpods Pro. Сейчас будут просто офигительные сюжеты, как мы тестировали микрофоны и наушников Airpods второго поколения и Airpods Pro. Все это я буду делать на улице, и мы будем тестировать, насколько далеко держится связь между Airpods и конкретно iPhone 11. Смотрите, сюжеты очень интересно. Сейчас мы проведем тест два в одном. Во-первых, мы проверим, как работает микрофон Airpods Pro в сравнении с Airpods второго поколения, а также мы оставим iPhone на этом месте. Я буду идти туда далеко и проверим, насколько хорошо держится связь между Airpods и iPhone, и кто из них держит дольше. Напомню, что у Airpods второго поколения просто чип H1, а у второго System on the Chip H1, скорее всего, он должен быть лучше. Посмотрим. Тестируем микрофон Airpods второго поколения. Итак, сейчас примерно метр между iPhone и мной. Пошли. 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 48, 49, 50. Максимально, я не знаю. Сейчас небольшой ветерок, кстати. Затестите, как работает микрофон. Допустим, мы бежим к пробежке, разговариваем по телефону. Как это все работает? Все, включай. Реально 50 метров держало? Теперь мы, как видите, в Airpods Pro, iPhone также будет находиться у оператора. Так, метр и снова пошли. 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 48, 49, 50. Итак, теперь снова делаем пробежку, но уже в Airpods Pro. Кстати, я послушал, как работает запись Airpods второго поколения. Где-то на 40 метрах начались уже такие потери связи. Посмотрим, как это все работало с Airpods Pro. Типа того. Слушайте, мне реально стало интересно, сколько выдержат Airpods Pro, потому что они справились там на крыше лучше с 50 метрами, чем Airpods 2. Посмотрим. Насколько же далеко выдержат Airpods Pro в плане связи между iPhone и Airpods? Пошли. Так, метр. 2, 3, 4, 5, 41, 42, 43, 44, 61, 62, 63, 64, 81, 82, 83, 84, 90. Ну как вам лично? Я просто обалдел, когда мы это все тестировали. Он реально выдержал около 100 метров между Airpods Pro и iPhone 11. Понятное дело, это все было в открытой местности, тем не менее, когда ты находишься в квартире там 60 квадратных метров, 80, они просто отлично держат связь. Где бы я ни находился в квартире, я могу просто положить телефон где угодно. У меня всегда стабильное соединение между iPhone и Airpods, и в этом плане все просто отлично. А также давайте продемонстрирую, как работают микрофоны, когда мы находимся в шапке. Все-таки в России это достаточно важно, когда у нас там большая часть времени года прохладно и так. И сейчас вот я разговариваю через Airpods второго поколения. И в чем самый главный их прикол по сравнению с Airpods Pro, как раз таки в том, что ножка у них длинная, и микрофон выступает, и в принципе, что я нахожусь в шапку, что я нахожусь без шапки, микрофоны работают абсолютно одинаково. В этом плане, конечно, Airpods второго либо первого поколения хороши. А теперь давайте протестируем микрофоны Airpods Pro, когда мы находимся в шапке и без шапки. Сейчас я разговариваю без шапки, предположим, что мы ее надеваем. Естественно, до этого никогда не конкурировал, не знаю, как это получится. То есть, в принципе, у меня наушники спрятаны за шапкой. По идее, микрофоны должны работать хуже, нежели чем с Airpods второго поколения. Так, вот я сейчас разговариваю, разговариваю, снимаю шапку. Не знаю, стало ли лучше, либо хуже. Кстати, когда я нахожусь в этих Airpods, у меня, я чувствую такое, знаете, небольшое трение, когда я нахожу шапки. В Airpods второго поколения такого не было. То есть, я вот конкретно чувствую вот это небольшое трение. В общем-то, как-то так. Кстати, что касается минуса управления Airpods Pro, когда ты находишься в шапке, ими никак не поуправляешь. Потому что вот так вот нажимать как-то на ножку сложно. То есть, тебе нужно именно лезть под шапку и нажимать. Если у тебя короткая шапка, то еще все более-менее окей. Но когда она у тебя длинная, это, конечно, уже дискомфортно. И в Airpods классических, там ты можешь нажимать через шапку, все прекрасно работает. И опять же, смотрите полный обзор, там я это демонстрирую. Либо же другой способ управлять музыкой с комфортом, это через Apple Watch. Также полный обзор есть на канале, смотрите его после этого видео. Там также все подробно рассказано. Специально перед записью этого обзора долго сидел и выслушивал звук как в прошках, так и в классических Airpods, чтобы понять, в чем же все-таки состоит разница. Итак, по поводу громкости, Airpods Pro немножко громче. Возможно, процентов на 10-15, нежели чем классическая версия. То есть, если вы хотите больше громкости, вы уже используете Airpods Classic, то Airpods Pro звучат немножечко громче. По поводу басов, специально включал композиции, где прям много баса. И если в классических Airpods, он, знаете, такой максимально поверхностный, ты его как бы слышишь, но ты его не чувствуешь. Вот в Pro версии, ты вот именно, знаете, чувствуешь этот бас, как он проходится по твоим ушам, то, знаете, вот это бум, вот это давление, ты его реально чувствуешь. В классике ты его никак не ощущаешь. А также по поводу глубины звука в Airpods Pro звук более, знаете, такой объемный и мягкий, и у тебя такое ощущение, что звук находится вот в твоей голове. Когда ты слушаешь музыку в классических Airpods, у тебя стойкое ощущение, что звук играет именно вот где-то здесь из ушей, а также звук, знаете, он такой более резкий. То есть, я слушал композицию, вроде нормально, потом одеваю Airpods Pro и понимаю, насколько они играют мягче, и лично мне такое мягкое звучание нравится больше, нежели чем вот это резкое. Но также по поводу разницы звука в режимах, если говорить про режим прозрачный, когда мы слышим все вокруг, это в принципе похоже на то, что мы испытываем при Airpods 2-го либо 1-го поколения, тем не менее, все равно чуть похуже, потому что амбушюры все равно немножко гасят внешний шум, и музыка немножко комфортнее, даже если сравнивать с Airpods 2-го либо 1-го поколения. А вот когда мы включаем режим шумоподавления, это просто красота. Когда ты идешь по улице, включаешь режим шумоподавления, все внешние звуки испаряются, и у тебя ощущение, что существует ничего вокруг, только ты и твоя музыка. Причем, как я говорил, она играет не из ушей, а как будто бы она играет в своей голове. Это очень прикольное чувство. Причем, что я заметил, когда ты слушаешь музыку в Airpods Pro, ты намного четче слышишь музыку. в том плане, что каждую нотку, знаете, играет музыка, где-то гитара, бунс, фортепиано, бунс. Вот ты слышишь каждый инструмент, который играет. В Airpods 2-го поколения я не мог такого чувствовать. То есть я слушаю общий поток музыки, и я не осознаю, что играет конкретно. В рожках я конкретно чувствую, что идет музыка, и я чувствую все дополнительные инструменты, которые идут рядом с основной темой. Это также очень круто. Соответственно, самое главное, для чего нужен режим шумоподавления, это когда ты находишься рядом с шумными местами. Например, ты идешь рядом с крупной автомагистралью, там три-четыре полосы едут, много машин и много шума, включаешь режим шумоподавления, и ты их не слышишь. Едешь, когда в метро и включаешь режим шумоподавления, либо он уже включен, ты едешь с максимальным комфортом, ты практически не слышишь этот самый шум в метро. И когда ты включаешь режим прозрачности, ты просто охреневаешь того, насколько громко метро. Реально, когда ты катаешься просто по метро, ты не понимаешь, то есть ты привыкаешь к этому шуму. Потом ты включаешь режим шумоподавления, особенно в первый раз ты такой офигеть, насколько может быть тихо. Ты его выключаешь и у тебя просто сносит башню. Блин, насколько же очень много шумов в метро. И как это все действует на твою голову, то что мозг находится все время в этом давлении, то что рядом больше много звуков и реально AirPods Pro с шумоподавлением, либо любые другие наушники с шумоподавлением, это просто мастхэв. Если вы ежедневно катаетесь по метро, я вам отвечаю. Ну и что касается качества звучания, в принципе, AirPods — это такие наушники, которые подойдут подавляющему большинству людей. Вот вы их купите, и вы будете довольны звуком. Меломаны, конечно же, скажут, что это все полная фигня, но они как бы и разбираются в звуке, и, наверное, покупают другие, более дорогие, хорошие наушники, либо как-то их умеют настраивать. AirPods — это максимально подивательские наушники, и подойдут они абсолютному большинству, и если, опять же, AirPods первые и вторые звучат хорошо, то прошки звучат еще лучше. И, кстати, с выходом iOS 14 можно улучшить звук еще лучше, для этого переходим в настройки. Дальше переходим в «Универсальный доступ», спускаемся вниз, переходим в раздел «Аудио визуализация», и здесь есть такая настройка «Адаптация наушников», включаем ее. Работает она, к сожалению, только с AirPods второго поколения либо Pro, с первым поколением она не работает, как я узнал после обзора iOS 14 у меня на канале. И здесь в чем самый прикол, то что ты включаешь пользовательскую аудио настройку, тебе проигрываются всякие фрагменты, ты выбираешь первый фрагмент, второй фрагмент, то есть какой тебе больше понравился, и потом система подбирает ту настройку, которая оптимальна для тебя, либо же ты можешь настроить ее в ручном режиме, и после этого звук лично для меня реально стал еще лучше. То есть мне, например, нравится четкий вокал и, видимо, какое-то еще другое звучание, и вот с конкретными настройками, которые у меня есть сейчас, мне звук нравится еще больше, он становится лучше на процентов 15-20, так точно. Переходим к автономности. Насколько долго хватит AirPods Pro? Итак, если вы будете слушать где-то на уровне 55% в течение одного часа, то наушники сядут ровно на 20% плюс-минус. Причем я тестировал как в режиме шумоподавления, так и в режиме прозрачности, разницы вообще никакой нет, и 20% и там, и там. И таким образом получается, что если вы будете слушать музыку, либо подкасты на громкости чуть больше половины, то вам и хватит на 5 полноценных часов использования. Почему на уровне больше половины, потому что я так слушаю, и такие получились замеры. И здесь, кстати, один неочевидный плюс режима шумоподавления, потому что когда ты находишься в нем, ты слышишь меньше окружающих шумов, соответственно, тебе не обязательно повышать громкость на максимум, например, в том же метро, ты можешь спокойно слушать музыку на уровне 60% так точно, а, например, в AirPods первого или второго поколения 100% будет длин мало, чтобы хорошо слышать музыку, соответственно, они будут быстрее разряжаться, а в прошках в режиме шумоподавления они будут садиться, как обычно, то есть режим шумоподавления даже более, получается, экономичный, если так рассуждать. По поводу того, насколько хватит кейса для зарядки самих наушников, я их разрядил в ноль, то есть наушники и кейс у меня был на уровне 100% зарядки, и у меня получилось, что 90% кейса зарядились на 57% и 81% кейса наушники зарядились на 100%. Таким образом получается, что кейса хватит на примерно 5 зарядок. И таким образом получается, если слушать музыку где-то по 2-3 часа в день, а то и меньше, то их как минимум хватит на 1 неделю, что, как я считаю, просто отличный результат. И, кстати, вместе с обновлением iOS 14 в AirPods Pro появилась новая функция, именно оптимизированная зарядка, то есть когда они заряжаются до 80%, как-то там держат зарядку, потом медленно доходят до 100%. Правда, сложно сказать, как это работает именно с AirPods, потому что с iPhone понятно, ты кладешь их заряд сжаться на ночь, ты просыпаешься в 6, в 5 утра они заряжаются до 80%, потом в последний час заряжаются до сотки. А тут ты как бы ставишь в абсолютно рандомное время каждый раз, и как работает эта функция, лично мне непонятно, но как бы она заявлена, поэтому я об этом рассказываю. А также еще пару фишек, которые появились вместе с обновлением iOS 14, как я уже говорил, аквалайзер появился, также появилась оптимизированная зарядка, также что еще из нового. Появилось автоматическое переключение между устройствами Apple, где вы используете ваши AirPods, например, iPhone либо iPad, как же еще заявлены, кажется, Mac и Apple TV, и лично у меня работает только iPhone и iPad, то есть я слушаю музыку либо смотрю видео на одном устройстве, ставлю его на паузу, это достаточно важно, перехожу к другому, начинаю также слушать музыку либо смотреть видео, и наушники автоматически переключаются на это устройство, причем задержка где-то в районе максимум 3-4 секунды, то есть достаточно быстро. И опять же, на момент записи видео у меня это полноценно работает именно с iPhone и iPad, а вот с Mac и Apple TV как-то не очень работает, возможно, Mac нужно обновление Mac OS 11, тогда что-то будет работать хорошо, но вот Apple TV у меня также обновлена до последней версии, и там именно нужно подключать AirPods вручную, автоматически переключения у меня не происходит почему-то. А также самая интересная функция, которая появилась вместе с обновлением iOS 14 именно на AirPods Pro, это функция пространственного аудио. Функция пространственного аудио работает только при просмотре видео, при прослушивании музыки она не работает. Но также, что касается видео, функция пространственного аудио будет работать не везде, то есть она работает именно в специальных фильмах и сериалах, есть многоканальная аудиодорожка, и еще приложение должно это поддерживать. И, например, в Apple TV+, очевидно, это работает, но, например, на Кинопоиске я пробовал включать фильмы, которые даже есть на Apple TV, с многоканальной аудиодорожкой, там пространственное аудио не работало. И по поводу моих ощущений от пространственного аудио, опять же, это все очень сложно передать, но примерно так. Смотрите, когда ты смотришь фильм или сериал именно на наушниках, ты понимаешь, что звук все-таки идет из наушников, где-то он у тебя находится вот тут вот внутри, в голове. А когда ты включаешь пространственное аудио, где фильм либо сериал это поддерживает, звук уже как будто у тебя не в голове, а он вокруг тебя, то есть реально, как показано на картинке, что динамики слева, справа, там снизу, спереди, реально так и происходит, то есть звук, он как будто где-то вот вне тебя. И самый главный прикол этой функции в том, что iPhone выступает центром твоего звучания, то есть когда ты на него смотришь спереди, пространственного аудио, ты чувствуешь, что звук идет как бы от него, ты поворачиваешь голову iPhone находится справа, и ты чувствуешь, что, например, диалоги в фильме, они реально идут откуда-то, справа ты такой, вау, поворачиваешь налево, они уже идут слева, ты вот так вот кладешь iPhone позади тебя, и ты чувствуешь, что звук реально идет куда-то сзади, как будто ты стоишь спиной к фильмам. Это очень прикольный экспириенс, как бы, чтобы это почувствовать, что просто офигеваешь, насколько далеко дошли технологии. Но с практической точки зрения сложно сказать, что функция пространственного аудио прям взорвет твой мозг, звук он и становится кардинально лучше, он просто проигрывается немножко по-другому, как будто ты вот реально сидишь кинотеатр и смотришь фильм, причем важно именно смотреть на твой iPhone, иначе ты повернешься, и у тебя как бы звук уже будет справа. И ходить, например, по комнате, слушать видео, либо смотреть фильм не получится с пространственным аудио, и нужно именно что сидеть и смотреть фильм, либо сериал. В общем, такие вот они AirPods Pro, постарался о них рассказать максимально подробно, как я обещал в начале, надеюсь, что вам было полезно и интересно. И если отвечать на вопрос, какие AirPods стоит брать AirPods Pro либо AirPods 1 либо 2 поколения, однозначно AirPods Pro разница между ними просто колоссальнейшая. Примерно так же, как между Apple Watch Series 3 и Apple Watch Series 4. В общем-то, кто в курсе, тот понимает, какая здесь глобальная разница. И, в принципе, как я показал, думаю, вы со мной согласитесь, что они намного функциональнее, они намного практичнее, выглядят они, как мне кажется, лучше, и звучат они, опять же, по моему мнению, лучше. И, опять же, когда я давал жене AirPods 2 поколения, чтобы тестировать прошку, она мне реально жаловалась, говорит, верни мне мои прошки, не могу без них. То есть, понимаете, человек пользовался до этого такими же AirPods'ами только первого поколения, я ей подарил прошки, она от них просто без ума, и когда я у них ее забираю, она говорит, верни, верни поскорее, то есть она максимально неприятный человек, и вот настолько ей понравилось, настолько же и они мне понравились, я думаю, понравятся они также и вам. И, в общем-то, если вы соберетесь покупать себе либо в подарок AirPods Pro, то на Яндекс.Маркете вы сможете найти лучшие предложения от интернет-магазинов в вашем городе, и на момент записи видео они будут стоить примерно 16-18 тысяч. А также не забывайте про кэшбэк, чтобы получить дополнительную скидку, в некоторых магазинах все ссылки будут в описании под видео. И здесь один очень важный момент, если вы будете покупать AirPods Pro с рук, либо же в магазинах, где будет очень низкая цена, обязательно посмотрите мое видео, как отличить прошки от подделки. Там, в принципе, вы будете понимать, как выглядят прошки, на что нужно смотреть, чтобы понимать, что именно перед вами оригинал. Потому что AirPods Pro, как мне кажется, это самые подделываемые наушники, в принципе, за всю историю наушников, возможно, даже техники. Реально подделок очень много, будьте внимательны, не попадитесь на мошенников. В общем-то, кто предупрежден, тот вооружен. Как-то так? Оставляйте ваши мысли в комментариях, что вам нравится в этих наушниках, что вам не нравится, если вы уже владелец, можете поделиться своим опытом, чтобы другие люди также его почитали и приняли решение, стоит их брать, либо нет. Ну, а я в этом видео уже все сказал. Желаю вам отличного звучания ваших наушников, всем удачи, всем пока!